Курчи! Курчи! Мы, многонациональный народ Российской Федерации, объединенные общей судьбой на своей земле. Это первые строчки основного закона России, Конституции. И каждое слово, наполненное глубоким смыслом, имеет огромное значение на своей земле, объединенной общей судьбой. Так наверняка думали. И этим руководствовались люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле. И хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной, с Россией. Они имели на это полное право. И достигли своей цели. Поздравим прежде всего их с праздником. Это их праздник. Поздравляем! За это время Россия немало сделала для того, чтобы поднять мир на Севастополь. Нужно было сделать вещи, которые не видны сразу, не вооруженным взглядом. Они вносит фундаментальный характер. Газоснабжение, энергоснабжение, коммуналка, восстановление дорожной сети, строительство новых дорог, магистралей и новых мостовых переходов. Нужно было бы тащить Крыму с той унизительной позиции и с того унизительного состояния, в которой Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства, которое финансировало эти территории по так называемому остаточному принципу. Но дело не только в этом. Дело в том, что мы знаем, что надо делать дальше, как надо делать дальше, за счет чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы. Но дело не только в этих решениях. Дело в том, что крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жесткий барьер на пути неонацистов и крайних националистов. Потому что то, что происходило на других территориях, и происходит до сих пор, лучшее тому подтверждение. Люди, которые проживали и проживают на Донбассе, также не согласились с этим государственным переворотом. Против них тут же были организованы карательные военные операции. И не одна. Их тут же погрузили в блокаду. Подвергли систематическим обстрелам из пушек. Наносили удары авиации. Вот это все и есть то, что называется геноцид. Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида, является основной, главной причиной, погудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине. Именно в этом цели. И здесь, вы знаете, мне приходит в голову с лаварь из священного писания. Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей свои. И мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции. Россия! 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 Эти слова из священного писания христианства, из того, что дорого тем, кто исповедует эту религия. Но все заключается в том, что это универсальная ценность для всех народов и представителей всех конфессий России. И именно для нашего народа. В первую очередь для нашего народа. И лучшим подтверждением является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции. Плечом к плечу. Помогают, поддерживают друг друга. А если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было. Так получилось, что начало операции совпало, совершенно случайно совпало с днём рождения одного из наших выдающихся военноначальников, причисленных к липу следых, Фёдора Ушакова, который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал, что грозы сей пойдут во славу России. Так было тогда, так сегодня и так будет всегда. Спасибо. 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 Поехали! Спасибо.